Путин 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 квартирах нескольких известных журналистов. Во всех случаях конфискованы системные блоки и другие носители информации. Как говорят пострадавшие, такое поведение вообще типично для белорусских властей. Но обострение происходит накануне больших политических кампаний. Сейчас в Беларуси идет кампания по выборам местные советы, но главное впереди президентские выборы, напоминает Международное радио Франции. Михаил Горбачев пытается вернуться на политическую сцену. Вместе с другом-миллиардером Александром Лебедевым он создал новую умеренно-оппозиционную политическую силу, независимую демократическую партию России, сообщает Ленуэль-Обсерватер. Впрочем, издание невысоко оценивает шансы Горбачева, предвещая ему фиаско. Как отмечает газета, до недавних пор у разрушителя Берлинской стены были прекрасные отношения с национальным лидером Путиным. Однако с недавних пор Горбачев обнаружил, что правящая партия «Единая Россия» хуже КПСС, а свобода слова и информации в стране ограничивается. И какой же русский не любит быстрой езды? Эта фраза Гоголя как никогда актуальна сегодня, когда русские отказались от «Жигулей» и пересели на иномарки, пишет Ленун. Ежедневно в ДТП погибает 71 человек. Причем причина каждой третьей аварии – превышение скорости. Власти повышают штрафы, но есть одна загвоздка. Существует каста неприкасаемых. Это высокопоставленные чиновники, бизнесмены, члены «Единой России», отмечает газета, рассказывая о недавних авариях, диновники которых остались безнаказанными. Обвинения во взяточничестве, звучащие в адрес сотрудников МВД, признак борьбы за власть, полагает Financial Times. Люди из окружения Медведева хотят, чтобы он сменил политический курс и дистанцировался от Путина, утверждает издание. Медведев хотел бы уволить Нургалеева, но Путин распротивился. Ослабление Нургалеева – симптом перемен в правящей верхушке, говорится далее в статье. Как бы то ни было, Медведев завоевал политические очки, увольняя генералов и обещая реформы в МВД. Однако, по мнению издания, делу не поможет даже планируемое сокращение штатов МВД на 140 тысяч человек. Гражданской войной назвала происходящее на Северном Кавказе правозащитница Людмила Алексеева, сообщает Deutsche Welle. Выступая в Берлине, Алексеева посоветовала немецким политикам в первую очередь обращать внимание на ситуацию в этом регионе. С ней солидарна ее коллега Татьяна Локшина, по мнению которой происходящее на Северном Кавказе угрожает безопасности не только самой России, но и всей Европы. При этом, как отметила Локшина, происходит это на фоне правозащитной риторики Медведева, за которой не следует конкретные действия, передает Deutsche Welle. Британские солдаты впервые будут маршировать на Красной площади вместе с российскими войсками, информирует Таймс. Французские и американские войска тоже присоединятся к военному параду 9 мая в память о коалиционном альянсе с Советским Союзом, разгромившем нацистскую Германию. Кремль с 2008 года возродил традицию советской эпохи участия в параде военной техники, а в этом году Медведев планирует еще более пышное празднование Дня Победы, отмечает издание. Черной икры больше не будет, осетров почти не осталось, извещает Daily Mail. Осетровые рыбы существуют на планете более 200 миллионов лет, но браконьеры поставили их на грань вымирания. Международный союз за охрану природы объявил, что 85% осетров дикой природы находятся под острой угрозой вымирания. 17 из 27 видов оказались в критическом положении, рассказывает газета. О любовном проклятии Оскара пишет New York Post. В карьерном плане Оскар для любой актрисы это благословение, но в личной жизни премия может стать сущим проклятием. Список победителей, американской академии киноискусств, в номинации лучшая актриса, напоминает реестр любовных катастроф, продолжает издание. Последние 12 лет почти все они расстались с мужьями, возлюбленными или любовниками. В некоторых случаях через считанные месяцы после того, как благодарили их со сцены на церемонии вручения, заключает газета. На этом я прощаюсь с вами до понедельника. Смотрите пресс-дайджест и держитесь минстрима мировых СМИ. До встречи и добрых вам выходных!